Судебные приставы Приморья пришли к выводу, что жители нашего края стали больше должны. Специалисты главным образом связывают это с кризисом. Предприятия закрываются, люди теряют работу и, как следствие, зарплату. А вот долги остаются. Вот только судебные приставы, как и Москва, слезам не верят. Потому что есть такая профессия – изымать и взыскивать. В прошлом году приставы одной из главных поставили задачу взыскания заработной платы. Ведь в 2016-м рабочие разных организаций несколько раз даже выходили на митинги и требовали вернуть им честно заработанные деньги. В итоге сумма взысканной задолженности составила около 300 миллионов рублей. Из них 54 миллиона – это долг футбольного клуба «Луч энергия» перед игроками. Если говорить о общих цифрах, за исключением радиоприбора, у нас на сегодняшний день по зарплате не так много исполнительных производств. Две трети – это радиоприбор, все остальное – это у нас по каждому из районов. Между тем, больше всего долгов все же у физических лиц перед кредитными организациями. В прошлом году сумма по взысканиям стала равна 21 миллиарду рублей. Это на 5 миллиардов больше, чем в 2015-м. Хотя приставы отмечают, что в 2016-м приморцы охотнее расплачивались долгами и добровольно выплатили свыше 180 миллионов. К тому же за прошедший год изрядно выросла задолженность одних физических лиц перед другими. Примечательно, что если человек решил занять деньги кому-либо не просто так, а под проценты, то по закону он должен этот самый процент разделить с государством. Если в вашем договоре имеет место определенное вознаграждение за именно пользование этими денежными средствами, то это микрофинансовая деятельность. И с налога, вернее с этого дохода должен быть уплачен налог. Что касается злостных неплательщиков алиментов, закон по отношению к ним становится все строже, а приставы действуют все активнее. Помимо того, что должников перед собственными детьми не выпускают за границу, их еще временно ограничивают в праве управления транспортными средствами, будь то автомобиль, мотоцикл, водный транспорт или даже самолет. К тому же с 15 июля 2016 года те, кто не платит алименты, стали привлекать и к уголовной ответственности. Должников могут отправить на принудительные работы или даже арестовать. Только за прошлый год такой мере наказания подверглись свыше 110 человек, а сумма, которую изъяли приставы, возросла до 800 миллионов рублей. Мы видим это прежде всего с тем, что создали на территории Владивостокского городского округа специализированный отдел по взысканию алиментов. Новой сферой деятельности для судебных приставов стал контроль за коллекторами. С 1 января 2017 года в законе прописали более строгие правила к деятельности представителей этой профессии. Одно из них – запрещено оказывать психологическое воздействие, куда входят угрозы и шантаж. Не говоря уже о применении физической силы. Также ограничили время, в которое коллекторы могут звонить должнику и позволили неплательщику совсем отказаться от общения с взыскателями по истечении четырех месяцев после просрочки платежа. Только за прошлый год в полицию на коллекторов поступило порядка 500 жалоб. На сегодняшний день в результате того, что мы приняли на себя эту функцию, жалоб меньше, но они поступают. Там порядка десятка жалоб к нам поступило, по которым мы проводим проверку. Ко всему прочему, на встрече с приставами журналисты затронули вопрос и о нашумевшем судне «Яруслан», который несколько месяцев терпел налеты горожан, затопление и пожар. Сегодня судно арестовано и отогнано в Славянку. Там «Яруслан» поставили на мель во избежание экологической катастрофы. В будущем его планируют либо сдать на металлолом, либо продать как недвижимость. Но, судя по внешнему виду судна, судебные приставы все же больше склоняются к первому варианту. К слову, вырученные средства пойдут на оплату труда моряков «Яруслана». Правда, в проведении самой процедуры есть ряд сложностей. Необходимо переводить все наши процессуальные документы на китайский язык и в установленном порядке пытаться уведомить владельца судна о наших действиях, для того, чтобы потом не получить исковые требования к бюджету за незаконные действия службы судебных приставов. Помимо прочего, в 2016-м приставы увеличили сумму взыскания административных штрафов, большую часть которых составили протоколы ГИБДД. Всего же в прошлом году судебные приставы по разным долгам изъяли у жителей Приморья 65 миллиардов рублей. Примечательно, что эта сумма равна годовому бюджету всего Приморского края. Ирина Макарецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.